Это РОНГА АШГЛОО! Города Штоп! 31 декабря, утро, Ставка Временного Правительства, гримерка Керемского. Заходит Ваня Каплан. Я не поняла, Керемский, это что еще там в голове, там с феститом, мисс мистер? Готовлюсь к фотосессии для плейбоя. А я за границу уезжаю на 101-й километр. Может, привезти тебе чего-нибудь? Привези мне платье. Вот такие уборочки, рюшечки и разрезик. Ты мне лучше скажи, ты слыхал, как коммуняки ваше временное правительство кричат? Как? Клеосекс! Ммм, надо этого Ленина, этого Ленина как-нибудь дискредитировать. Пожалуйста, пожалуйста, вот горячие фотки из Германии. Посмотрим. Ходоки у Ленина. Отлично. Ленин у ходоков. Отлично. О, это личное, это личное, простите. Ходоки с Лениным на броневике на глазах у изумленных матросов. Боже мой, какая гадость. Какая-то фотографировались с натурой. Да нет, ну что, вы по памяти. Какая память. Нет, этого мало. Надо что-то позабойнее. Можно и позабойнее. Отлично, Фанечка. Поезжайте в Кремль на елку. Ленин сейчас там. Но помни, ровно в 12 часов у него начнется приступ эпилепсии. И тогда в него очень трудно попасть. АПЛОДИСМЕНТЫ 31 декабря, ближе к вечеру, Кремль. Таврич Сталин, у меня для вас есть свежий революционный план. У меня еще в трубке старой осталось. Кстати, вас искала военная Каплана. А, планы. И в руках у него был революберт большой. Большой, говорите? Барашня! Барашня! Таврич Сталин, дайте-ка мне вашу мебилу, пожалуйста. Оранж? Оранж, шалом! Говорит абонент 666. Ленин. Говорю по буквам. Лёлик, Естуды, Наденька, Инесса. Ну быстрей же, дура! Срочно ко мне Дзержинского! Чего тебе, батенька-наденька? Срочная телеграмма от герцлев. Им для создания государства опять не хватает проституток. А, а к Настю обращались? Пошлите к ним, Тротского! Да-а-а-а! Тротский — это голова! Садись, Надюша, записывай. Январские тезисы. Настоящий Дед Мороз должен быть лысенький, с бородкой и немножечко как давить. Любую английскую ленью можно использовать на субботнике вместо бревна. И ещё. Ёлку, а я вот им, шишку крестьянам, сосульку Керенскому. 31 декабря. Вечер. Кремль. Ёлка. Так, Володя, ты молчи, я сама буду готовиться, сама все буду говорить, а то будет как в прошлый раз. Здравствуйте, товарищи дети! Это мы, Дед Мороз и Снегурочка! Здорово! А сейчас Вова Маяковский прочитает нам стишок, который он написал в Палестине. Ябзей вам выгрыз любой евретизм. К языкосмешению почтения нету. Мозган, беседер, изианизм, да любое слово. Это я достаю из широких штанин, аж по спине смарморит. Смотрите, завидуйте, я получил бумажку. Зашла, москорит! Ну, ох, да! От таких слов сейчас Дзержинский в гробу прикворачивает. Он что, умер? Чуть тебя. Он у нас просто некрофил. О, а вот и он! Экая глыба! Эки железные человечище! Какие новости, Феликс Эдмундович? Разгул криминала, Владимир Ильич! В городе снова объявился серийный маньяк! А можно нам узнать хотя бы кратенькое содержание предыдущих серий? Володя, ну сколько можно о работе? Пора бы и повеселиться! Ай, кто вернул? Инессушка, душа моя, где ты? Зубы выложи до полку рот, сильнее стягивай! Пролетарские частушки в бой, не заваливай! Мы бухали у меня, Бонщ Буевич, я и я! И сидели между нами и Надеждой! Я была на веселье, танцевала на зале! Съела в лист капустный, и он теперь невкусный! Эй, виноват капиталист! Прожарел наш механизм! Полку никакого! Все на полчасово! Ты к Надюхе приставал! Ночью прыгал, гонка ждал! Старый конь как в полке, по остыне полки! А сейчас Володя Ильич покажет, как он собирал деньги на партию! Кручу, венчу, революцию создать хочу! Где шарик? А вот тут! Нету! Где? А вот тут! Нету! У нас не хватает шарика, Фелик Седьмон Дович! Послушайте, Фанни! За вами охотятся! Вам надо срочно поменять внешность! Пойдемте! Субтитры создал! Собей в него осиновый кол, пока бьют куранты, или светлое будущее никогда не настанет. Ну а если серьезно, то Фаня Каплан не убила Ленина. Она его просто смертельно приколола. Ленин был заложен в одноименном мавзолее. Старожилы Кремля утверждают, что по ночам там горит свет и доносятся шахтовящие шаги – шаг вперед и два шага назад. Субтитры создавал DimaTorzok